Привет, мой друг! Сегодня мы приготовим наипростейший рецепт. Очень вкусно! Прямо пальчики оближешь. Он держит хорошо форму. Его можно вот так взять и свернуть. Видите? Из таких простых ингредиентов немного сыра, кабачки, яйца, мука, соль, специи по вкусу. Рецепт простейший и очень быстрый. Предлагаю начинать с яиц, так же, как я. Вбиваем два яйца. Почему с яиц? Да, потому что, если попадется скорлупа, вам будет удобно рассмотреть и достать ее. Теперь прямо сюда я буду натирать кабачки. Вот такая терка, как для свеклы подойдет. И натираем. Вы можете, конечно, натирать сначала в отдельной миске. Я не хочу. Я готовлю очень быстро. Кожура тонкая. Кабачки у меня маленькие, молоденькие. Таких сюда пойдет три штуки. Если у вас крупнее, берите два. Можно делать их маленькими, как оладьи. Накладывать ложкой по пять штук на сковородку. Сюда же отправляем натертый сыр. 100 грамм. Немного черного перца. Хорошо пойдет мускатный орех. Добавляйте соль по вкусу. Но помните, что сыр уже был солью. Я добавлю немного. Вот, совсем чуть-чуть. Перемешаем. И будем добавлять муку по одной столовой ложке. Раз. Два. Ну, такие с горкой. Перемешиваем. Я не могу вам сказать, сколько надо брать точно муки. Смотрите, по вашему тесту зависит, насколько сочные или сухие будут ваши кабачки. Примерно две-четыре столовые ложки муки. Ну, вот и еще почти третью, не совсем полную ложку. Теперь важный момент. Мы добавим сюда немного разрыхлителя. Вот столько. Примерно пол чайной ложки. Отличная идея добавить сюда немного свежей петрушки или укропа. Также хорошо пойдет зеленый лучок. Я же добавлю немного сухого чесночка. А, это будет так ароматно. Кабачки с чесноком. Вот такая консистенция получается. На сковороду наливаем примерно чайную ложку подсолнечного масла. Распределяем ее. Даем сковороде нагреться. Посмотрите, тесто постояло буквально одну минуту. И какое оно уже стало мокрое, влажное. Видите? Кабачки пускают сок. Такому тесту важный момент. Мы не даем стоять. Мы приготовили и тут же вот выкладываем на сковороду. Распределяем. Прошло две минутки. Посмотрите, какой он приятный. Видите? Проверяем готовность. Поджарился. И выкладываем. Блины мягкие и пышные. На четыре порции получается 4-5 больших блинов. Подавать вкусно со сметаной. Они хороши как теплые, так и остывшие. Попробуйте, как вам больше понравится. Рецепт шикарный. Ставь ему лайк. Подписывайся на мой канал. И жмякай на колокольчик. Пока-пока.